Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по книге Тигилим. 41 Псалом. 41 Псалом очень необычный. Скажу почему. Во-первых, его читают для выздоровления. Это очень сильный для выздоровления Псалом. Если человек чувствует потерю веры в выздоровление или что-то, он должен три раза в день читать Псалом. Или в том случае, если он не может читать по каким-то причинам или не хочет, можно за него читать три раза в день Псалом. Написано, что очень чудесные действия производит он. Вообще-то Псалом завершает первую из пяти книг Тигилим. И в этом здесь он пишет Давид. Благодарит Бога за то, что завершил эту книгу. И, наверное, как любой завершающий кусочек какой-то работы, он очень важный. Очень необычный Псалом тем, что он помогает тем, кого уволили или хотят уволить с работы. Написано, если чувствуешь, что тебя незаконно уволили, или собираются уволить. Читает три раза в день 41 Псалом. Вообще рекомендуется читать вместе с ним 42 и 43, три подряд. Но как минимум 41. Пишут, что это производит невероятное действие. Вообще 41 Псалом это такая молитва человека, больного, окруженного врагами. И в ней как бы выражается надежда, что Всевышний поможет. Это Псалом надежды. Его рекомендуется также читать, если чувствуешь, что вышел из доверия, что себя одиноко, если болит душа. То есть это Псалом, на который стоит опереться человеку, у которого теряется вера. Вот, пожалуй, все про сегодняшний Псалом. Брахавая слыха.